Приветствую всех участников вебинара от команды VidaPulse. Сегодня наша тема это канал Желудка, и мы с вами начинаем. И по традиции поставьте по пятибалльной системе, как меня слышно. Жду вашей обратной связи. Пока ответили 4 человека. Еще давайте подождем, может кто-то не расслышал, где-то находится далеко от компьютера. Поставьте по пятибалльной системе, как меня слышно, потому что у нас новая площадка. Еще не со всеми моментами мы технически разобрались. Слышно меня хорошо и всем. Соответственно, начинаем наш вебинар. Тема сегодняшнего вебинара – канал Желудка. Сегодня мы разберем основные характеристики данного канала, проекционные зоны и функциональные применения данной системы. Также мы рассмотрим точки силы канала Желудка. И в завершение будет практическая методика прохождения канала Желудка. Канал Желудка по-китайски называется «Дзуянмин вэйдзин». Иероглиф «Дзу» обозначает «ножной», то есть этот канал заканчивается на ногах. Связка «Янмин» обозначает уровень энергии «ян» в данном канале. Об этом мы поговорим в сегодняшнем вебинаре. «Вэй» – предпоследний иероглиф, соответственно, обозначает, собственно, сам желудок. И «Дзин» – это китайское обозначение канально-меридиональной системы. Во французской номенклатуре идет обозначение буковка «Е» от слова «Эстома». В английскоязычной номенклатуре обозначение «Эстэ». По порядковому номеру канал Желудка – третий. В большом круге циркуляции энергии. Канал один из самых больших и длинных. Начинается он на голове, спускается двумя ветвями. Первая ветвь начинается под глазом на орбите и идет по линии зрачка к области губ. В районе губ идет ответвление к углу нижней челюсти. Вторая веточка начинается от угла роста волос. Здесь на картинке вы видите, она находится вне зоны волос. На самом деле эта точка находится, собственно, в области проекции волос. Если, конечно, это не мужчина без залысин. Далее канал опускается также к углу нижней челюсти. На шее канал проходит в проекции кивательной мышцы. По латыни называется «Стерноклайдом астоидрум». В районе надключичной ямки смещается к центру ключицы. И далее на грудной клетке идет по среднеключичной линии. Канал проходит область соска. И на одной межреберье ниже соска приближается ближе к срединной линии. И, собственно, на животе идет намного ближе к срединной линии. И таким образом канал опускается до паховой складки. Проходя паховую складку, канал переходит на нижнюю конечность и идет на бедре в районе в проекции бедренной кости. И направляется канал к наружной поверхности надколенника. Соответственно, опускается ниже надколенника. Идет в проекции большеберцовой кости по наружному ее краю. В районе середины голени образуется небольшое отхождение в наружную сторону. И далее канал опускается к середине голеностопного сустава. И от середины голеностопного сустава идет на второй пальчик стопы, где и заканчивается у ногтя с наружной стороны. На канале, соответственно, насчитывается 45 точек. Это один из самых длинных и самых больших по количеству биологически активных точек канал рефлексотерапии. Надо сказать, что все ножные каналы, они достаточно длинные. По уровню энергии канал относится к энергетической оси Ян-Мин. Эта энергетическая ось объединяет между собой каналы желудка и толстой кишки. Ян-Мин – это последний рубеж нашей защитной энергии. И когда при простудных заболеваниях у нас появляются симптомы, связанные с пищеварительной системой, это говорит о том, что наша защитная энергия очень слаба. И внешняя патогенная энергия может вызвать очень сильный дисбаланс в работе внутренних органов. Всегда очень внимательно относитесь к простудным заболеваниям, которые вызывают расстройство кишечника, изменение стула, какие-то боли в животе, боли в области желудка, либо изменение стула. Потому что это признаки достаточно глубокого поражения нашего организма. Соответственно, канал желудка, он по аюрведической концепции относится к категории КАПХА. И вместе с каналом селезенки, который следует за желудком, отвечает за наши жидкости организма, за все то, к чему относится КАПХА. По традиционной китайской медицине, канал желудка – это янский канал, и он относится к категории элемента земля. Соответственно, со всеми атрибутами, которые поддерживают элемент земля. То есть элемент земля – это в первую очередь все то, что питает и оберегает весь проявленный мир. И, соответственно, желудок – это основной орган, дающий энергию питания для каждой нашей клеточки. И вследствие этого точки канала желудка обладают повышающим действием на нашу энергетику и способны усиливать любой акупунктурный рецепт. И давайте рассмотрим основные характеристики канала желудка. Соответственно, первая характеристика, так же, как и в западной медицине, данная система отвечает за переваривание пищи и усвоение энергии ЦИ на всех уровнях. То есть на уровне материальном, на уровне энергии и, соответственно, на уровне высшей нервной деятельности. Ну, с перевариванием пищи достаточно все понятно. Все мы в основном западные люди и понимаем, что переваривание начинается в желудке, там и продолжается. Но желудок также способен усваивать и тонкие формы энергии. И таким образом, любая эмоциональная активность, которая нам не нравится, говорит о том, что на тонком уровне система желудка работает не очень хорошо. И, соответственно, другой момент, чтобы, например, повысить усвоение материала и успеваемость как школьников, так, соответственно, успеваемость и студентов, либо вам надо сдать какой-то там тест, экзамен на профессиональную пригодность, пройти какое-то усовершенствование или что-то еще, то всегда вы можете использовать для этих целей точки канала желудка. И они вам в этом помогут. Так как канал ножной и основное направление движения пищи вниз, соответственно, канал желудка в первую очередь опускается. И такие симптомы, как отрижка, тошнота, рвота, говорят о том, что есть обратный ток энергии. То есть энергия по каким-то причинам не проходит через канально-меридиональную систему в нужном направлении. И также функция опускания ци нам нужна, например, при повышенном артериальном давлении. Также при кашле с отхождением мокроты. То есть при всех тех состояниях, когда возникает неестественный подъем энергии, либо идет выделение чего-то через верхние отверстия тела. То есть это нос, рот, глаза. Это все является показанием к применению точек данной системы. Наиболее часто точки канала желудка влияют на пищеварительную, дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Это в первую очередь. Но по большому счету точки канала желудка вы можете использовать для лечения любой нозологии в любом состоянии. Потому что есть функция усвоения энергии и пищи. И также функция опускания энергии ци. И вот за счет этих компонентов мы можем использовать точки канала желудка практически при любых состояниях. И в этом случае мы отдаем предпочтение локальным биологически активным точкам. Если у нас процесс в районе головы и шеи, используем точки в области головы и шеи на канале желудка. То есть это патология зрения, это патология носоглотки, это различные эндокринные дисбалансы. Включая в том числе и нарушения позвоночника в шейном отделе. Также мы помним про веточку, которая начинается от головы. И за счет этой веточки височная головная боль и также односторонняя головная боль это симптомы, в том числе повреждения канала желудка. И при этих состояниях мы активно используем точки усин, которые находятся на ногах, и противоболевую точку канала желудка. Эти все биологически активные точки мы сегодня разберем на вебинаре. данная система открывается в рот. И, соответственно, состояние нашего рта, его симметричность, его активность, в том числе и речевая активность, зависит от канала желудка. Зеркалом канала является цвет лица и губы. В первую очередь относится к верхней губе. И также зависит энергетика канала, точнее отражается энергетика канала на линии смыкания губ. В норме она должна быть волнистая. Если линия смыкания губ прямая, это говорит о выраженном внутреннем напряжении. Такой человек подавляет стрессовую активность. Какие основные биологически... Соответственно, человек подавляет активность, если у него сомкнутые губы. И вкус, который соответствует данной системе, это сладкий. Его, соответственно, легко распознать. Все мы прекрасно понимаем, что такое сладкое. Но для получения энергетики предпочтительны естественные сладости. В традиционной китайской медицине учитывается не только вкус, но и уровень энергичности, сколько энергии ци находится в данном продукте. Так, например, рафинированный сахар, он, конечно, сладкий, но уровень энергии в нем достаточно небольшой. Если мы возьмем более естественный сахар, тресняковый сахар, то в нем, соответственно, больше энергии ци. В Китае есть различные и другие виды сахаров, которые очень трудно встретить в Российской Федерации и в Европе. Также есть отдельно карамельный сахар. Самым известным продуктом, часто встречаемый на наших территориях, является солодка. Она также обладает сладким вкусом, но я думаю, вы это прекрасно знаете. Многие из вас принимали какие-то лекарственные вещества с солодкой. Но в европейской фитотерапии солодку в основном используют при бронхолегочных проблемах для улучшения отхождения мокроты. В традиционной китайской медицине солодка влияет в основном на селезенку и опосредованно, конечно, на желудок, потому что желудок и селезенка объединены одним элементом земля. И солодка имеет уникальное свойство, она убирает интоксикацию. И солодка, она может входить во все каналы традиционной китайской медицины. И для того, чтобы оказать воздействие на определенную систему, если вы не знаете специфической травки, то всегда можете добавить немного в рецепт солодки. Либо вам надо подпитать какой-то внутренний орган. Добавляйте солодку, она это сделает естественным путем, и организм сам разберется, куда лучше всего употребить этот вкус. И на энергетическом уровне эта подпитка осуществляется не за счет объема, а за счет самого наличия этого вкуса. И поэтому добавлять для восстановления энергетического баланса много солодки не надо. Достаточно маленькие щепотки. Но если вы это будете делать регулярно, то организм сам будет искать пути поступления необходимой энергии соответственно с этим вкусом. Эмоциональное состояние, характерное для элемента земля и для желудка, это состояние раздумья. Вообще элемент земля на древних схемах рисовался не по кругу усин, а была система из четырех направлений. На юге был огонь, на севере был элемент земля, на востоке элемент дерева, на западе элемент металла. То есть рисовался такой ромбик. И в центре этого ромбика рисовался элемент земля. И соответственно элемент земля соотносился с центром всего. И центр всего ассоциировался в первую очередь с императором. А основная функция императора думать о благополучии всех своих подданных. То есть поддерживать благополучие всех элементов, говоря с позиций традиционной китайской медицины. Цветовая гамма, относящаяся к данному элементу, это светло-желтая. Современные авторы добавляют светло-коричневая. Ну и надо сказать, что в древности желтые одежды в Китае имели право носить только члены императорской семьи. Если любой другой человек одевал что-то желтое, то он подвергался очень суровому наказанию. И оно было всегда одно и то же. Это наказание было смертельной казнью. Психические проявления, характеризующие для желудка. Желудок в первую очередь отвечает за волевые качества человека. Чем лучше работает эта система, тем более подчеркнутая и выраженная воля у человека. И это все отражается на губах. И в первую очередь на верхней губе. Важен баланс размера верхней и нижней губы. очень нередко бывает, чтобы верхняя губа была, так скажем, больше по размеру, чисто визуально, чем нижняя. Ну, такого я просто ни разу не встречал и не видел таких людей. Нормальным состоянием является одинаковый размер верхней и нижней губы с позицией традиционной китайской медицины. И, соответственно, это говорит о сбалансированности волевых качеств человека и тех качеств, которые определяют удовольствие человека. То есть, нижняя губа отвечает за то, как человек относится к удовольствию, насколько оно важно человеку. И, когда наблюдается поджатая верхняя губа и вследствие этого увеличение нижней, проявляющей чисто визуально, то можно говорить о таком явлении, что человек стремится к удовольствию, но он не умеет его испытывать. Он, соответственно, зажимает себя и хочет сначала, ну, так скажем, заработать определенную сумму, либо чему-то научиться. А вот, когда он всего-всего достигнет, то тогда он отойдет от дел и будет испытывать удовольствие. Но такие люди, находясь длительно в этом состоянии, они разучиваются испытывать удовольствие и, по сути, его никогда и не испытывают. Также канал желудка отвечает за ощущение центра и, так скажем, аналитические способности. Опять же, идет сравнение с императором. Император, находясь в центре, получает всю необходимую информацию и получает ее равномерно со всех сторон света. И если человек вырабатывает вот это ощущение ну как бы внутреннего стержня, определенного центрирования себя, то он может легко усваивать новую информацию, легко ее анализировать и все его внутренние энергетические системы, прежде всего, это энергетические центры, в Айурведе известные как чакры, в китайской традиции их называют либо просто энергетическими центрами, для самых крупных есть отдельное название Даньтяне, либо переводят на русский язык как поля эликсира, вот эти все структуры, они выстраиваются по центральной линии и очень хорошо набирают энергию. и также канал желудка отвечает за такое состояние, когда человеку хочется всех накормить. Это очень такая русская черта и соответственно наверное в нашей нации очень развита эта система, потому что люди из русского этноса пытаются всегда всех накормить и обладают таким хлебосольством определенным. Это говорит об избыточности данной энергии, но минус этого состоит в чем, что такие люди обладают к тому же сильной волей. И так как эти волевые качества выражены, то они невольно навязывают свое мнение всем окружающим. И люди окружающие ощущают это как некую агрессию. Хотя человек действует из лучших побуждений. Так что если у вас есть такие способности и наклонности как желание всех накормить это хорошее качество. Но не надо так скажем приносить добро насильно. Иногда надо умерить свои качества и если человек не очень радуется вашим каким-то волеизвлением то относитесь к этому более спокойно и не настаивайте. И сейчас переходим к основным главным биологически активным точкам канала. Самые главные точки расположены на нижних конечностях. И эти точки разбиты по принципу пяти элементов. И также есть дополнительные специфические точки. Некоторые расположены собственно на самом канале желудка, другие на других каналах. К точкам пяти элементов относятся сорок пятой по сорок первую точку и еще тридцать шестая точка. Сорок пятая точка она относится к категории металла. Сорок четвертая относится к категории вода. К категории элемент дерева относятся сорок третья и сорок вторая точка. Сорок третья точка выполняет функцию элемента дерева, а сорок вторая еще дополнительно является точкой юань. То есть она получает наследственную энергию из наших запасов, которые находятся в почках. Элемент огня это сорок первая точка, элемент земля это тридцать шестая точка. И теперь давайте немного вы включитесь в работу и вспомним какие из этих пяти точек являются самыми основными. Самыми основными на канале являются соответственно в европейской традиции их называют точка элемент в элементе, тонизирующая точка и седативная точка. Вот напишите в чате пожалуйста какая точка является точкой элемент в элементе. Просто поставьте ее цифру. жду вашей ваших ответов. Стали появляться первые ответы. Не надо бояться, что может что-то вы неправильно ответите. Чем больше вы участвуете в обсуждении и проявляете себя, тем лучше вы запоминаете и закрепляете изученный материал. Ну вот вначале был неправильный ответ, но уже наш участник разобрался и понял. Соответственно элемент в элементе это значит энергетика данной биологически активной точки она совпадает с энергетикой самого канала. Сам канал относится к категории земля. Значит точка должна относиться тоже к категории элемента земля. То есть в данном случае это точка Е36. Дальнейшие ответы все верны. Пока я расскажу немного о функциях точки элемент в элементе. Напомню вам, потому что к нам добавляются новые участники. Еще наверное не все прослушали предыдущие вебинары по каналам. А вот это будет дополнительная информация и новая информация. Кто-то это услышит повторно. А пока я рассказываю о точке элемент в элементе. Напишите тонизирующую точку для канала желудка. точка элемент в элементе в данном случае Е36 отражает всю энергетику данного канала. То есть она очень гармонична состоянием желудка и всей энергетики. и ее можно использовать как диагностическую. Чуть позже вы увидите где находится точка Е36 и соответственно узнаете как на нее нажимать. Когда вы нажимаете элемент в элементе и чувствуете в ней болезненность либо какой-то дискомфорт при надавливании а тем более отдачу ощущений по ходу канала или в обратную сторону это говорит о блокаде энергетики. если энергетика заблокирована то всегда точка элемент в элементе будет проявлена. Чтобы подтвердить либо опровергнуть это утверждение есть противоболевая точка это точка Е34 можете дополнительно после точки элемент в элементе нажать еще на точку Е34 это для данного канала для других это бучки и вы подтвердите это соответственно утверждение либо опровергните его так ну пока я рассказывал у нас опять же возникло расхождение называют разные точки называется 41 точка и 45 точка давайте порассуждаем то есть чтобы хорошенечко запомнить какая точка относится и какому элементу и какую функцию выполняет надо хорошо представлять цикл усин то есть цикл пяти элементов сейчас я вернусь к одному предыдущему слайду и вот посмотрите на название элементов то есть тонизирующая точка еще по-другому ее называют точкой относящейся к категории мать то есть это тот элемент который находится впереди мы уже разобрали что канал желудка это элемент земля вот он элемент земля он такой желтый предыдущий элемент по усин это огонь он красным изображен на схеме соответственно тонизирующая точка должна относиться к категории огня вы все видите табличку и читаем огонь Е41 кто сказал и написал в чате Е41 молодцы кто не написал те немного запутались но я думаю сейчас вы уже разобрались и больше не будете допускать таких ошибок точка Е45 она тоже относится к главным точкам но посмотрите она относится к категории металла соответственно по усин что делает металл по отношению к элементу земля металл рождается из земли то есть металл это сын элемента земля то есть когда женщина рожает она испытывает упадок сил то есть она отдает часть своей энергии и именно этот принцип и описан китайцами и он на бытовом уровне достаточно всем понятен именно поэтому биологическая активная точка элемента металл для каналов земли будут седативными точками то есть уменьшающими энергетику в данной системе и это будет точка Е45 и поэтому если вам надо увеличить энергетику работая исключительно внутри канала не используя других связей то вы используете тонизирующую точку это точка Е41 если вам надо успокоить движение энергии рассеять то используете точку Е45 существуют более продвинутые правила рефлексотерапии в которых могут эти точки использоваться по другому но тогда используется определенный рецепт эти рецепты я уже рассказывал в серии вебинаров посвященных основным правилам рефлексотерапии это был цикл из шести вебинаров где мы подробно рассказывали о всех правилах кому интересно можете приобрести этот цикл вебинаров также к основным точкам относится точка ЛО для канала желудка это сороковая точка ЛО точки они передают энергию в спаренные по принципу ИНЬ ЯН Меридиан то есть для канала желудка спареном является канал селезенки и энергия из точки ЛО Е40 передается в канал селезенки и в его ЮАН точку РП3 соответственно в следующий раз я буду рассказывать о канале селезенки и там мы рассмотрим точку РП3 и вы узнаете ее местоположение и сможете ей пользоваться либо соответственно если у вас есть наш чудесный аппарат Ведопульс и расширение рефлексотерапии то всегда можете в нем посмотреть расположение этой биологически активной точки и сейчас мы рассмотрим расположение всех нужных нам точек и начнем мы с так называемых шу и мо точек шу точки все находятся на меридиане мочевого пузыря и физически он находится данный меридиан и нужные нам точки на спине а мо точки располагаются на грудной полости либо в области живота мо точка канала желудка это 12 точка по передне срединному меридиану и она располагается на середине расстояние между пупком вот это изображен пупок и основанием мечевидного отростка то есть не самым краешком косточки самый краешек называется хвост либо собственно мечевидный отросток в том месте где он прикреплен к телу грудине если это место пощупать то там чувствуется этот переход вот нам для ориентации нужен именно этот переход и вот середина расстояния от основания мечевидного отростка до пупка и является местом расположения точки 12 на передне срединном меридиане эта точка объединяет в себя всю инскую составляющую данного меридиана и отвечает за набор энергетики за качественное пищеварение и передачу питательных веществ во все другие органы и системы это одна из очень мощных точек с влиянием на пищеварение и необходима для любого усвоения питательных энергетических субстанций также подходит для ослабленных и длительно болеющих людей точка шу находится на задней поверхности тела в паравертебральной области между поперечными отростками она располагается в проекции 12 то есть она располагается между поперечным отростком 12 и поперечным отростком первого грудного позвонка соответственно найти ее достаточно просто вы прощупываете ребра находите последнее ребро и сразу под последним ребром находится данная биологическая активная точка на расстоянии в полтора цуня полтора цуня это ширина указательного и среднего пальца в районе второго сустава ну соответственно у самого себя не очень удобно искать для начала поищите у своих родных и близких эту биологическую активную точку после этого когда появится определенный навык вы сможете легко находить и у себя потому что ребра достаточно легко прощупать нажатие на эти биологически активные точки точки шу и точки мо показывают инскую и янскую составляющую в канале желудка и показывают состояние нашего пищеварения и как это пищеварение работает и обеспечивает энергетикой все части нашего организма и от этого зависит работа как пищеварительной так дыхательной системы так же сердечно-сосудистой системы потому что все функции основные они так или иначе базируются на качестве поступаемой энергии если желудок некачественно работает то соответственно энергии для выполнения основных функций поступает мало это может страдать либо пищеварение либо дыхание либо мочеполовая система либо кровообращение и даже наша иммунная система об иммунной системе мы будем с вами разговаривать уже в этом месяце и будем рассматривать очень интересные вопросы такие как современные и древние методики коррекции иммунитета в этом вебинаре мы рассмотрим способы воздействия на иммунитет через биологические активные точки лица и ушной раковины также поговорим о сезонном питании и как с помощью этого сезонного питания поддержать наш иммунитет кто еще не зарегистрировался на этот вебинар можете перейти по ссылочке что уже появилось у вас в чате и участвуйте в нем следующие биологические активные точки это точки пяти элементов начнем с концевой точки и пойдем вверх по нижней конечности точка Е45 либо в англоязычной номенклатуре СТ 45 так как наша компания является международной в нашем модуле и расширении рефлексотерапии присутствует различная номенклатура понятно что каждый пользователь больше склонен к какому-то одному варианту но мы решили сделать максимально удобно для всех и показать соответственно всю возможность международного общения через биологически активные точки и чтобы все пользователи из разных стран и из разных традиций понимали друг друга точка точка 45 она располагается на втором пальчике стопы у корня ногтя с наружной поверхности все концевые точки они являются точками быстрого действия и можно сказать реанимационными точками но на них надо воздействовать очень осторожно потому что вот например если воздействовать на эту точку то мы вызываем мощное очищение организма и пищеварительной системы если вы покушали давно то это может спровоцировать рвоту если вы покушали более там трех часов назад это может спровоцировать выделение твердых отходов и актификации то есть эта точка обладает мощным очистительным действием соответственно по отношению к пищеварению я это озвучил но то же самое может проявляться со стороны других систем если ваше питание не сбалансировано и накапливаются продукты обмена веществ которые не участвуют в постоянной циркуляции и собственно в вашем обмене веществ то они будут выходить а в зависимости от того где они накопились будет соответствующий очистительный эффект если накопилось пищеварение это один вариант если в дыхательной системе это возможно отхождение мокроты кашель если это накопилось в почках это учение мочеиспускания если накопилось в половой системе то возможно даже выделение у женщин может сбиваться цикл и раньше начинаться месячные это все говорит о том что происходит мощное очищение организма и данная точка относится к категории элемента металла следующая точка 44 44 точка находится во втором межпальцевом промежутке но для ее нахождения и воздействия мы точку придавливаем косточке которая идет по линии второго пальца следующая точка 43 она располагается уже собственно на стопе за межпальцевым промежутком то есть вы видите что точки располагаются по суставчикам 42 точка перед суставчиком 43 точка после суставчика и в этом месте тело кости переходит в головку и это легко прощупывается на стопе у некоторых особо худых это даже видно невооруженным что называется глазом и точка находится как раз в месте перехода тела кости в ее головку соответственно прощупайте друг сами у себя либо если есть рядом близкие и домашние эту биологически активную точку следующая точка располагается выше на стопе и она находится на линии второго пальца то есть мы проводим линию по середине второго пальчика и там где заканчивается косточка и начинаются более мелкие кости вот в этом месте находится сор как вторая точка и вы видите на схеме соответственно здесь проходит артерия и если у вас с кровообращением нижних конечностей все хорошо то при легком нажатии подушечкой пальца в этом месте вы ощутите пульсацию и эта точка очень хорошо поддается лазеротерапии и другим световым воздействием если вы работаете иглоукалыванием либо даже массажем то воздействовать на нее надо крайне аккуратно потому что артерия очень близко расположена к костям и грубое воздействие на нее может травмировать вызвать отек и образование гематомы в этом месте а так как это взъем это место достаточно сильно на него оказывает воздействие наша обувь то может это место достаточно долго болеть после воздействия следующая точка 41 41 точка находится на взъеме вот так скажем если посмотрите на кисть свою то вот это вот место можно ассоциировать с тыльной поверхности кисти если вы кисть немного выгнути то соответственно увидите что такая образуется складочка на стопе складочка редко у кого образуется но просто по этой аналогии достаточно легко понять где эта складочка должна образоваться и 41 точка находится также на линии второго пальца и как раз по середине стопы то есть это середина расстояния между наружной и внутренней лодыжкой то есть можете замерить середину расстояния между лодыжками и от этого места провести линию по второму пальцу и чуть ниже уровня лодыжек в том месте где ну как бы должна образовываться складочка там и будет 41 точка найти ее достаточно легко потому что она находится между сухожилиями на данной на данном слайде вот эти вот красные полосочки это сухожилии идущие к большому пальцу и другая группа сухожилий идущие к остальным четырьмя пальчикам вот и эта точка находится в ямочке между сухожилиями эта ямочка достаточно хорошо определяется если вы стопу и пальчики поднимите вверх и вы легко найдете сорок первую точку следующая точка сороковая она располагается на середине голени для ее нахождения человек должен сидеть тогда вы наиболее четко определите эту биологически активную точку середина голени в положении сидя это середина расстояния между предыдущей сорок первой точкой и нижним краем надколенника в положении сидя и эта точка находится в проекции малоберцовой кости то есть она смещена больше к наружу и находить достаточно в принципе легко то есть какой бы ни был комплекции человек то соответственно гребень большеберцовой кости прощупывается легко находим середину указанного расстояния находим гребень большеберцовой кости вот я на него поставил где он должен проходить курсор от него примерно два цуня два цуня это ширина ваших пальчиков указательного среднего и безымянного и как раз это будет местом проекции малоберцовой кости соответственно эта точка она отвечает за застойные процессы в желудке и вообще во всех энергетических и физических системах организма и если у нас есть трудноотделяемая мокрота если у нас есть повышение давления и пациент при этом тучный то очень хорошо работает данная точка в чате появился вопрос как увеличить выработку соляной кислоты в желудке соответственно выработку можно чтобы точно ответить на этот вопрос надо видеть человека его конституцию универсальный рецепт для соответственно повышения выработки существует в нашем расширении рефлексотерапии там есть рецепты при заболеваниях желудка с пониженной кислотностью то есть этот рецепт относится к данному состоянию если у вас нету расширения рефлексотерапии то первым делом мы нормализуем работу самого желудка и для этого подходит лучше всего биологически активная точка Е36 и точка 12 по передне срединному меридиану то есть эти две точки в комбинации они соответственно стабилизируют работу желудка и уровень соляной кислоты это только один из показателей вот если эти две точки нормально работают и они безболезненные то скорее всего уровень соляной кислоты данному человеку достаточно то есть наша задача не повысить либо понизить какой-то компонент а создать нормальную работу всего организма и в первую очередь если мы говорим о проблемах пищеварения это вот эти две точки усиливает двенадцатую точку точка шу которая находится на спине ее тоже можно брать третий для того чтобы усиливать выработку соляной кислоты вот непосредственно и то у людей нормос для нормостейников и гиперстейников подходит тонизирующая точка канала желудка но без конца ее использовать нельзя соответственно если вы использовали эту точку два-три раза эффект получаете потом он исчезает это говорит о более глубоких проблемах и в первую очередь надо прорабатывать будет канал селезенки потому что повышенная кислотность и вообще кислотность это янская составляющая но ян работает тогда когда у нас в порядке инь и здесь лучше всего начать работу с канала селезенки о котором мы будем разговаривать в следующем месяце на следующем вебинаре посвященной каналу селезенки но до этого времени вы используете шу и мо точки канала желудка плюс точку е36 точка е36 она располагается в верхней части голени на три цуня ниже нижнего края надколенника в положении сидя три цуня это ширина ваших четырех пальчиков от указательного до мизинчика также в области вторых суставов то есть вы садитесь прикладываете пальчики находите большеберцовую кость и на этом уровне соскальзываете с большеберцовой кости вот как только вы соскользнули и сбоку от кости будет точка е36 если вы пощупаете большеберцовую кость то в этом месте она будет такая неровная шероховатая это называется бугристость большеберцовой кости вот от центра этой бугристости и латерально в сторону к наружу располагается точка е36 это основная питающая точка для организма элемент земля называется второй мамой организма первая мама это элемент вода и наши почки а все что относится к органам питания это соответственно все то что постоянно подпитывает наше тело а е36 это точка элемента земли для канала земли то есть это элемент в элементе то есть это эпицентр наших питающих сил и соответственно эта точка очень сильно влияет на весь обмен веществ и балансирует его также есть в связи соединяющий канал желудка с каналом одной энергетической линии то есть каналом селезенки точка ло е40 она отдает энергию к точке рп3 а из канала селезенки желудок получает энергию от ло точки рп4 через его юань точку е42 юань точка собственного канала она усиливает действие любой другой точки канала и сильнее всего усиливает действие тонизирующей и седативной точки как я уже сказал просто напоминаю связи каналах что категории капха относятся канал желудка и канал селезенки также категории капхи относятся сопряженные каналы тройного обогревателя и перикарда с позиции пульсовой диагностики на канал желудка сильнее всего влияет канал желчного пузыря и состояние нашего желчеотделения также влияет на состояние желудка и пищеварения если у нас желчеотделение не в порядке то это не запускает в работу желудок и пониженная гипромоторная функция желудка извините гипромоторная функция желчного пузыря является одной из наиболее частых причин снижения кислотности в желудке и соответственно чтобы точно выяснить почему не хватает соляной кислоты в желудке надо еще внимательно проработать и посмотреть желчный пузырь нету ли в нем загибов перетяжек могут быть также паразиты и ну самое простое это наличие лямбли все это ухудшает работу желчного пузыря и вследствие по определенным правилам рефлексотерапии влияет на состояние желудка какие проекционные зоны данной системы то есть какие болевые синдромы изменения тканей наблюдаются в проекции тела и которые можно связать состоянием желудка на схеме вы видите многочисленные синие линии это и есть проекционные зоны для канала желудка на лице это проекция нижней челюсти и от нижней челюсти восходящая ветка к углу роста волос также состояние кивательной мышцы то есть мышцы очень сильно контурирующей на нашей шее указывает на состояние желудка и органов пищеварения если вы легонечко ее поздавливаете и чувствуете неприятные ощущения это говорит о наличии спазмах в пищеварительной системе и легкий массаж ее этой мышцы оказывает благоприятное воздействие на пищеварение но будьте осторожны особенно слева там близко находится каротидный синус и активный массаж этой области может вызвать нарушение сердцебиения и изменение ритма сердца болевые синдромы по передней поверхности тела от ключичной области по направлению к паховой области также связаны с каналом желудка и любые уплотнения наличие прыщичков сосудистых звездочек в этой проекции указывает на патологию данной системы со стороны спины 2-3 межреберья которые начинаются на уровне нижнего края лопаток с правой стороны отвечают за состояние желудка с левой стороны такие же зоны есть но они не такие обширные то есть располагаются только паравертебрально опять же на этом же уровне также изменение тканей какие-то высыпания либо ощущение зуда в проекции наружного хода канала и изменение суставов на стопе по второму пальчику говорят об нарушении энергетики в системе пищеварения и в частности в канале желудка рефлекторные зоны отвечающие за область желудка с позицией западной медицины это соответственно зона практически та же что на предыдущем слайде это находится в межлопаточной области занимает 2-3 межреберья и начинается от нижнего угла лопата на передней поверхности это эпигастральная область то есть это область от мечевидного отроста и примерно до середины расстояния до пупка то есть если вы вспомните мо точку то как раз от мечевидного отростка до мо точки канала желудка область и отвечает за рефлекторное состояние пищеварительной системы на лице за желудок как я уже говорил в первую очередь отвечают губы и в особенности верхняя губа наличие вот таких как на слайде показано полосочек линий говорит о предрасположенности к язвенной болезни желудка зоны располагающие височной области чуть выше уровня бровей справа являются рефлекторной зоной для мужчин на желудок слева больше отвечает эта зона у женщин тоже любые изменения цвета кожи наличие прыщичков мелких морщинок заставляет заподозрить и обратить внимание в первую очередь на органы пищеварения и состояние желудка и сейчас мы с вами перейдем к практической части и запустим в работу канал желудка в дальнейшем вы это можете делать самостоятельно какие дни в этом месяце наиболее активные я скажу вам чуть-чуть попозже в начале мы также для лучшей проработки запускаем малый небесный круг через точку ИДЖИ 3 и прохлопывание заднего срединного меридиана от области ягодиц к голове и через голову к верхней губе после этого мы запускаем передний срединный меридиан через точку П7 и прохлопываем меридиан от области лобка по средней линии тела до нижней губы после того как мы проработали мы начинаем работать непосредственно с каналом желудка воздействие осуществляется сверху вниз и соответственно начинаем от области под глазом легонечко кончиками пальцев прохлопываем нижний край орбиты и идем прямо вниз до уровня губ далее от уровня губ прохлопываем к углу нижней челюсти сам угол нижней челюсти немного помассировали пальчиком потом находим у себя угол роста волос у мужчин он выглядит и проявлен сильнее чем у женщин если вы не можете разобраться то просто легко сжимаете челюсти и вы в этом месте почувствуете мышцу это сокращается височная мышца вот найдите ее верхний край и вот от этого места легонечко похлопывая вы опускаетесь вниз опять к углу нижней челюсти и снова помассировали легонечко угол нижней челюсти далее прохлопываем по области шеи проекции кивательной мышцы прохлопали кивательную мышцу опустились таким образом до ключицы прохлопали центр надключичной области и начинаем прохлопывать себя по среднеключичной линии в направлении к соску соответственно мужчины могут поиграть в тарзана и бить себя сильно женщины соответственно в области молочных желез похлопывают себя аккуратно после того как вы миновали сосок приближаетесь к средней линии и начинаете прохлопывать область живота до паховой складки близко к средней линии вы хлопаете таким образом чтобы кончики пальцев приходились на вот эту среднюю линию тела и таким образом вы будете точно прохлопывать канал желудка то есть хлопаем поверхностью пальцев а не поверхностью ладони ладони образом опускаете руку вниз до паховой складки далее переходим на область бедра и прохлопываем в проекции бедренной кости и идем в направлении по боковой наружной поверхности надколенника похлопали эту область перешли на голень и прохлопываете область по наружной поверхности кости вы таким образом прохлопываете немного задерживаетесь на середине голени и прохлопываете как бы вот такими движениями подходящими в бок наружу потому что здесь вот есть три точки находящиеся вот таким зигзагом и вам надо охватить и центральные точки и вот эту боковую очень важную точку Е40 если у вас есть какие-то застойные явления в организме то на любой основной точке которую мы перечислили в вебинаре задерживаемся подольше от точки Е40 мы прохлопываем к центру стопы и по центру стопы идем хлопаем до второго пальчика и заканчиваем на 45 точке с наружной поверхности второго пальца стопы эту точку мы легонечко проминаем как бы вот выдавливаем из нее все плохое и ненужное также биологически активные точки мы проходим с другой стороны если необходимо можно повторить несколько раз для первого раза достаточно однократного воздействия в апреле месяце китайский апрель энергетический апрель длится до 6 мая весь апрель наиболее активно является точка Е45 соответственно апрель в этом 2015 году 10 апреля также добавляется максимальная активность точки Е41 22 апреля максимально активна точка Е36 то есть эти точки находятся так скажем на дневном дежурстве и они становятся наиболее активным пик активности в эти дни приходится на промежуток с 9 до 11 утра по местному времени если вы хотите поддержать свой организм проработать его успокоить улучшить пищеварение то обязательно сделайте прохлопывание канала желудка с предварительной запуском малого небесного круга 10 апреля и 22 апреля самая и как раз нам очень повезло что 22 апреля работает самая мощная и одна из лучших по эффекту биологическая активная точка Е36 пользуйтесь этими знаниями соответственно оставляйте ваши отзывы на нашем сайте участвуйте в наших мероприятиях и всего вам доброго до свидания так тут еще появился у нас вопрос что означает трещина на нижней губе по центру которая возникает всегда зимой соответственно трещины на нижней губе они больше связаны с толстой кишкой и соответственно в предыдущем вебинаре я рассказывал как прорабатывать эту систему трещина указывает на то что надо в первую очередь сходить на консультацию к проктологу и исключить состояние геморроя и непосредственно трещины прямой кишки не всегда они могут быть наружными может быть внутренняя проблема здесь очень внимательно надо относиться к своему собственному стулу то есть он должен быть ежедневным и возможно ну так скажем не сухим а более мягким для этого требуется увеличить потребление жидкости в организме и питаться не холодными продуктами соответственно все продукты которые вы кушаете не должны быть из холодильника для такого человека это противопоказано также необходимо достаточно количество жидкости и жидкость лучше пить тепленькой сильно горячая тоже не очень хороша жидкость в таком состоянии если есть физическая проблема в прямой кишке либо нарушение стула то здесь лучше использовать различные масляные лекарственные вещества для использования прямой кишки это вот кратко по одному вот этому симптому конечно лучше это все посмотреть на ведопульсе оценить общее состояние именно в тот момент когда вот эта трещинка появляется тогда оно обследование является самым информативным надеюсь ответил на ваш вопрос будьте здоровы и спасибо за посещение наших мероприятий ждем вас на последующих вебинарах всего вам доброго доброго